Открывшаяся в музее-заповеднике Горки-Ленинские выставка советского фарфора революционного периода стала ярким примером того, как в советское время велась массовая пропаганда посредством выразительного искусства. Плакаты, листовки, а вот еще один способ изобразить революционные идеи – фарфор. Для нас, для сотрудников музея-заповедника, выставка актуальна, важна и интересна тем, что тут представлены образцы фарфора, которыми пользовалась семья Ульяновых, проживая в квартире в Кремле, как раз с 2018 года. Но в первую очередь, конечно, стоит сказать, что революция, безусловно, нашла свое отражение и в музыке, и в поэзии, и в литературе, и в скульптуре. Но именно плакаты фарфору стали самыми яркими и точно передающими видами массового искусства, которые отражали настроение революции, настроение всего народа. Один из самых старых экземпляров советского фарфора – кружка, подаренная Надежде Крупской, 1920 год. Здесь любой, даже малограмотный, понял бы, что хотел сказать автор. Стоит отметить, что изображения подобного рода для в общей массе плохо образованной России были как книга жизни, лозунги, символика и первые лица государства. Все эти образы шли на создание настроения у советского народа. Конечно, работникам наркомпроса было порочено следить за тем, чтобы все было совершенно исполнено, чтобы была техническая подготовленность, материал передан полностью, то есть 100%. Поэтому, конечно, было бы абсолютно точный контроль над тем, чтобы лучшие образцы в итоге попадали на выставочные мероприятия, чтобы были для народа доступны. Доступны, кстати, изделия из фарфора были только узкому кругу советских граждан. Остальное же население страны знакомилось с прикладным искусством именно как с искусством – в музеях и на выставках. И теперь, спустя почти век, это тоже выставочные экземпляры. Как ни крути, революционная символика, такая вот авангардная символика – это художественный стиль. А художественный стиль никого не оставляет равнодушным. Даже люди, не приветствующие революции, с интересом смотрят на эти вещи, может, через них понимая эпоху. Грядет столетие революции. Выставка агитационного фарфора в музее и кабинете квартиры Ленина в Кремле стали отправной точкой в большой работе, которую задумали хранители истории. Далее революцию можно будет увидеть и в других формах искусства.